Вопрос, на который не смог ответить через часы. Тебе нужны какие-то точные суммы. Был в казино, типа, мне фартит, просто психанул. Я летел частным самолетом в Европу. Пьешь коньяк. Аферисты, бандиты, мафия. Ну, коммуникациями отделился, конечно. Получалось, ты за это деньги. Знаешь, ты мальчик? Вон там дверь. Пожалуйста. Главная трансферная новость года. Ты ушел с Матч ТВ. Ну, хватит. Ты тоже не перебарщиваешь. В смысле, главная трансферная новость. Давай вспомним день, когда ты принял решение. Хорошо, давай. Ну, это было примерно... Ну, я сейчас не помню по дням. Это было накануне. Вечером я уже понял, что... А, это прям... Да, правильно, это было воскресенье. Потому что я набрал Тини по телефону и сказал, что... Тин, как бы... Там, я посмотрел. Я, там, не могу у себя прийти все эти дни и так далее. Посмотрел интервью с Павлом Мамовым. Ну, да. То есть, я первое дело, когда вышел с интервью, я набрал там всем участникам процесса. И сказал, что, по-моему, это полный... Ужас, да? Я всем набрал. И в Ростов, и там, на Матч ТВ. Сказал, что это, по-моему, нельзя давать в эфир. У меня ощущения. У меня сказали, что, подожди, монтаж, там, сейчас посмотрим, как это будет выглядеть и так далее. И потом, когда я посмотрел еще раз... Ну, я реально... Самое ужасное, знаешь, что, Саша? Самое ужасное. То есть, ну, все люди не безгрешны, понимаешь? Все, как бы, делают что-то такое, что... Ну, я в жизни много чего делал, что, наверное, не очень хорошо. Ну, в принципе, да? Вспомню. Ну, не бывало сейчас. Бывало всякое. Но когда ты три дня подряд засыпаешь вечером, в хреновом настроении из-за этого, прямо вот в хреновом, можно, вот прям начинаешь там вертеться в кровати, что вообще происходит, как это могло случиться? И просыпаешься, первая мысль у тебя об этом. И это было три дня подряд. Я помню, что, Нобель, что-то не то. Угу. Какая-то, какая-то прям фигня. Ну, ты как-то себя чувствуешь дискомфортно. Прямо дискомфортно. И когда я что-то посмотрел, я понял, что, вообще, меня не обманывают мои чувства. Я набрал тени, как бы, поговорил, она сказала, на следующий день приезжай. Я приехал, провел час в ее кабинете, даже, мне кажется, больше. Понял, что, к сожалению, Тин меня не слышит. Она имеет право меня не слышит, в конце концов. Наверное, я еще раз, я когда писал свой пост, я написал, что в этом моя вина. Я свою вину не снимаю, что я должен был, наверное, А. Либо не поехать на это интервью, либо, я не знаю, там, встать и уйти. Наверное, мог. Да. Б. Я не знаю, там, уйти из кадра, как-то переставить камеры. Это не спорит, моя вина. Я тут, как бы, если виноват, я об этом говорю. Но, когда я понял, что для Тины, как она сказала, журналистская удача, ну, я понял, что, что все. А как устроено этот, ну, типа, тебя увольняли? Не, я сам ушел. Ты вошел? Ну, я встал, встал утром, поехал, и стал забывание об увольнении. По собственному желанию. Ага. Приняли? Ну, я не хочу, там, как бы, неважно, как все происходило технически. Это, может быть, не совсем правильно говорить, как это было технически и что, как бы, как это происходило, кто, как, кому звонил, писал. Но я уже принял решение. Это уже решение было принято. За тебя. За меня спасибо. Кстати, мы постоянно думаем, что должно быть в студии на фоне. И придумали. Это должен быть емкий слоган во славу русского футбола. Пишите свои варианты в комментариях. Лучшие мы возьмем в следующий видос. И, скорее, проходите по ссылке в описании закрепи, регистрируйтесь в приложении Фонбет и забирайте безусловный бонус в тысячу рублей. Вау! Обязательная часть нашей программы – деньги. Надеюсь, после нее очень много людей захотят стать спортивными журналистами. Ты известен тем, во-первых, своей суперскромностью и тем, что, возможно, это привело к тому, что твой стартовый оклад на Матч ТВ в районе, по-разному данным, от 200 до 250, держался на этой отметке 6 лет, в то время как некоторые коллеги вырастали в несколько раз. Один наш коллега, который был у нас уже, вырастал в четыре раза больше или в пять раз больше тебя. Как так получилось, что ты – один из самых видных, один из самых интересных, один из самых содержательных сотрудников Матч ТВ держался без повышения 6 лет практически. Ну, это вопрос не ко мне, я не знаю, так происходило. Ну, я как бы не могу пойти и заставить мне поднять зарплату. Я много раз намекал, говорил, но все время это было на фразу, что у Матч ТВ нет денег. Мне было очень смешно это слышать, но как бы окей. Ну и последние два года то же самое. Ну, в принципе, то есть как бы, ну, понимаешь, в чем, Саш, история? Нет, тут пока не могу понять. Я человек, который, ну, мне кажется, может, я ошибаюсь, если мне сказали нет, я не буду ходить там какие-то устраивать закулисные игры внутри компании, там как-то выбивайте зарплату. Окей, хорошо, вопросов нет, но я буду делать то, что мне принесет деньги, потому что деньги – нормальная мотивация для любого человека, тем более мужчины. Это важная мотивация. Окей, там, да, я там стал развивать свой, там, условно, образ инсайдера. Да, я это делал. Это делал в своем Телеграме, Твиттере и так далее. То же самое происходило у меня, там, я не знаю, сведение мероприятий, с какими-то историями, там, типа, по, условно, мероприятиям, организации, продюсирования каких-то гостей, приезд. Да, я это делал, ну, конечно, это должен делать. А как, если мне говорят, что нет, надо снять денег. Мне сказать, окей, я все. Естественно, я пытался как-то строить свою жизнь, чтобы она стала для меня успешной. Ну, это нормально. Мне кажется, это должен делать любой человек, любой, особенно мужчина. Поэтому мне говорили нет, я говорю, хорошо, нет проблем. Я должен работать, искать возможность для того, чтобы добиться чего-то. Незадолго до увольнения ты добился повышения на матче. Да. Правильно ли я понимаю, что удвоилось? Нет, конечно. Нет? Не-не-не. Ну, я не думаю, что я не должен сейчас раскрывать цифры, но, типа, процентов на 15-20. Ну, я и так, по-моему, не получил ее. Ну, там тоже была такая история, что я, это были переговоры, у меня было ощущение, что я веду переговоры, я не знаю, за контракт Лионеля Месси. Мне кажется, меньше пассажиров переговоров, чем Матч ТВ по поводу повышения моей зарплаты на 20%. Это были сложные переговоры. Ты рассказывал, по-моему, опять же, в выдающемся подкасте Глебу Чернявскому. Который пробил 10 тысяч подписчиков. Да, 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 да. Подписываемся все, пожалуйста, на нашего друга Глеба Чернявского. Ты говорил о затратах на выпуски прошлогодние. Да. О том, что у тебя, ну, сколько примерно выходит за программу, за которую ты платишь сам. Ты сейчас выходишь в ноль, выходишь в плюс со своим каналом? Когда как? Когда как, потому что очень зависит от количества съемок. Потому что у нас бывают разные истории, связанные, там, я не знаю, с переездом, с перелетом. Мы стараемся делать такие выпуски, условно, фильмы, да. Я не люблю слова, фильмы, такие, с разных сторон. Документалки такие, там, как про шериф сделали, да, и там, планируем делать еще несколько выпусков. В этом году, там, с туре было две-три локации, в Барселоно к Силикуз летали. В Грозный поехали, там, про наших молодых испанцев. Да. Тоже, там, разные города. То есть, они, конечно, дороже выходят. Потому что локации, переезды, перелеты и так далее. Там, мы летаем группой, там, два-три человека. Это, конечно, все это стоит денег. Это мой осознанный выбор. Я вот инвестирую, словно говоря. Трачу свои деньги, да. Но я надеюсь, что... Во-первых, надеюсь, что это интересный продукт. Мне это очень важно. Я понимаю, что там, может быть, цифры там не выдающиеся. Но я надеюсь, что это как-то людям интересно смотреть. Ну, а по поводу экономики, ну, когда, опять, есть от рекламы, от того, сколько... Ну, чаще всего, как минимум, ноль выходим. Ну, чаще всего. Иногда нет, ну... Слушай, ну, бывали выпуски, которые мы не выкладывали. Там, снимаем, снимаем. Я сейчас не беру черчестный выпуск. Который мы снимаем, снимаем. Я уже, там, какие-то деньги потратил. Но мы собираемся и обсуждаем группой нашей команды, типа, нет, что-то не то. Не идет, не заходит, не получается. И мы тем останавливаем, типа, ну, не надо. Потому что ради выпуск, ради выпуска, как бы, это не то, что хочется делать. А сколько стоил твой испанский трип, который между двумя побережьями, фактически, проходил? Ну, где-то тысяч, наверное, 250. А. 300, может быть. Сколько тебе нужно на жизнь? В месяц? На все? Я не считал, честно. Я могу легко прожить, я не знаю, там, на 70 тысяч. 70 тысяч? Да. С поездками по Италии? Могу не ехать в Италию. Ну, в смысле? Нет, ты не можешь. Почему? Могу не ехать. Я могу не ехать в Италию. Нет, не можешь. Если я живу в Москве… Запрещается мне не ездить в Италию. Могу прожить на 250 тысяч. Ну, и так далее. Это же… Не, просто, еще раз, вопрос, то, как я себя чувствую. Да, если чувствую комфортно, в плане, если спрашиваешь про деньги, да. Я очень этому рад и счастлив, потому что это реально важно для человека. Но у меня нет, как бы, самоцели, там, типа, вот я буду экономить, там, вот, у меня есть бюджет 100 тысяч рублей, условно, я на них должен жить, и все, и ни копейка больше. При этом я уже стараюсь не заниматься сумасшествием, да, и не тратить, там, условно, все свои деньги. Это тоже, по-моему, другая сторона, да. То есть, когда ты просто, там, типа, у тебя есть, там, гонорар, там, 150 тысяч рублей, ты вот вечер его просаживаешь, там, типа, идешь, закатываешь какую-то гулянку. Тоже, мне кажется, не очень логично. Поэтому так, что, типа, давай-ка ты скажи, сколько ты тратишь, какие у тебя пункты расходов. Ну, у меня такого нет. Ну, ремонт еще сдает, много денег у меня уходит на ремонт. Это проблема. Тогда последний вопросик про бабки. Сориентируем. Да, сдавай, сдавай, сколько хочешь? Будущих спортивных нормалистов. Давай просто сориентируем всех. Сколько ты получаешь в месяц? Получается, вот, давай, так сказать, коэффициент черданцева введем. Ты получаешь больше, чем черданцев в месяц или меньше? Саш, ну, я не жил по месяцу. Но я не живу по месяцу. Я зарабатываю деньги по разным историям. Ну, как бы, это не то, что, может, у меня в мае, там, условно, я могу заработать больше денег. Да, там, условно, в декабре меньше, в январе вообще могу ничего не заработать. Ну, просто это вопрос немножко не, ну, как бы, не очень корректный, на мой взгляд. То есть, я зарабатываю по-разному, в разный месяц. Это вообще не предсказуемая вещь. Я просто работаю с утра до вечера каждый день. Ну, работаю, в смысле, умом, да, стараюсь умом работать. И как, как получится? Получается? Хорошо. Хуже будет, но не страшно. Ну, переживу, но ничего страшного. Просто, еще раз, вопрос того, к чему ты ведешь, как я понимаю, да, типа, комфортно ли мне, как бы, с моим заработком, да, комфортно? Да, я в целом понял, что тебе комфортно. Нет, я веду к вопросу твоего заработка и просто понимать, что есть в спортивной журналистике, например, Саша Головин, наш коллега и офигенный парень, он, например, страшно переживает из-за того, что спортивная журналистика — это крах и тупик и все. Нет. А ты, ты своей карьерой, во-первых, показал, что можно офигенно реализовываться, не быть, там, 20 лет на одной позиции, можно пробовать, можно путешествовать, можно снимать репорты, можно снимать, комментировать матчи, снимать фильмы и так далее. Вот к чему я клоню, к тому, что ты раздвигаешь, как бы, представление о спортивной журналистике. Спасибо большое. Мне очень приятно. Мне поэтому хочется понять, что такое, когда ты раздвинул границы профессии. Еще раз, еще раз, это все, тебе нужны какие-то точные суммы. Я могу заработать в месяц 500 тысяч рублей, могу заработать, могу больше, могу меньше, могу вообще ничего не заработать. Это непредсказуемо. То есть, у меня есть свои траты, свои какие-то дела, да, ну, как бы, это так. Что касается непосредственно того, что я сделал, там, как бы, ты, вот ты, да, я живу по такому принципу, который сказал, все время что-то делать, не стоять на месте. Я работал на радио, да, параллельно меня позвали на НТВ+. Я пошел на НТВ+. Работа дня Вася-то позвал. Был для Юрия Альберчу. Я пошел на НТВ+. Параллельно, когда вот эта пошла волна твиттеров и так далее, я стал... Новости, которые появлялись, стал писать, там, инсайды и так далее и тому подобное. Какой-то образ сложился, да, то есть, более-менее понятный. Ну, я вообще шире немножко, как бы, мне кажется, чуть-чуть... Представляю себя, я несколько другим, то есть, я не просто журналист, я еще, как бы, скорее, там, занимаюсь продюсированием многих процессов, моментов, там, и так далее, там, по тем же героям, гостям, которые приходят на все проекты, там, и в том числе, когда был на Матч ТВ, этим, в том числе, я занимался, да, там, договоренности, то-се, опять-десятое. Ну, разные, конечно, бывают разные проекты, процессы, какие-то рекламные истории тоже, ну, то есть, здесь сказать, что нет, как бы, вот, 5-е, 25-е, там, или какое-то, 10-25-е, нет, такого нет. Это магические основы футбольной математики. Дело, которое Вадим Лукомский довел до совершенства в 2021-му, в 30-х годах прошлого века запустил Чарльз Рип, служащий британской королевской авиации. По вечерам он ходил на футбол, надевал шахтерскую каску с фонариком, распадывал бумаги и начинал что-то писать. Никто ничего не понимал, и главное, ему за это никто ничего не платил. Чарльзу потребовалось 20 лет, чтобы соскочить со службы и на 100% заняться любимым делом. Уже в 50-е его идеи применялись на поле. Выводы Рипа сейчас критикуют, но его след не стереть. Он основатель лонгбола, тактики, с которой ассоциируется британский футбик конца 20-го века. Наш вам совет. Не ждите 20 лет. Устали от работы? Меняйте все прямо сейчас. Ну а топовейший выбор — IT. Самая востребованная профессия в IT — Data Science. Здесь высокие зарплаты, в среднем 250-300 тысяч и острая нехватка кадров. Шок! Эти спецы разрабатывают и обучают нейросети, которые сейчас везде. Они, например, рекомендуют вам что посмотреть, сажают марсоходы и выигрывают чемпионаты мира за сборную России. Пусть и по робофутболу. И освоить эту профессию может каждый. Возраст и образование не важны. Поэтому мы рекомендуем вам курс Data Science от Skill Factory. Здесь вас ждет максимум практики, занятия с экспертами из Яндекса, НVIDIA и Eora. Поддержка ментора, стажировки и помощь с трудоустройством. Удобное время и темп занятий вы выбираете сами. Можно идти быстрее или медленнее группы. У курса много хороших отзывов и рейтинг 4.7 из 5 на независимых сайтах. Переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку и меняйте свою жизнь к лучшему. И не забудьте промокод SPORTS. Он даст 45% скидку. Вау! Без обязанности комментировать каждую неделю по куче матчей тебе проще? Тебе кайфове сейчас живется? Нет, конечно. Я очень скучаю. Мне доставлял это невероятное удовольствие комментировать футбол. Российский, итальянский, Лигу чемпионов. Это правда. Я не могу сказать, что я доволен тем фактом, что я не комментирую. Нет, это было круто. Это было прям ярко. Я помню, я когда комментировал «Ок мотив в Краснодар» в последний матч на матч с ТВ, реально прям круто получилось. Я вообще очень к себе отношу скептически к комментатору. Я считаю, что я такой достаточно средний комментатор. Но прям я комментировал так, мне прям, я не знаю. Там счет Кордова круто играл из Краснодара. Такой матч был такой прям кайфовый. Я прям наслаждался каждой секундой. И я не думал, что пока вам будет последний репортаж. Но я надеюсь, что еще буду комментировать. Поэтому нет, конечно, я скучаю. Если я правильно понимаю, ты бы мог уже комментировать. Рома Гудсайд говорил всем в выдающемся подкасте Глеба Черняковского. Да, Глеб молодец. Что он звал тебя? Да. Но ты не там. Ну, просто пока это не вылилось в какое-то продолжение разговора. И все раз меняется в самоцеле комментировать. Ну, как бы я скучаю. Но ты скучаешь по чему-то хорошему. Была в своей жизни. Но ты же скучаешь, скучаешь. Но пока у меня как бы есть какая-то какая-то своя жизнь. И я не могу сказать, что там я должен был броситься, там, при первое, там, все, я хочу, там, не знаю, комментировать. Мне, через время, первое, что делали, когда я ушел с матч ТВ, меня атаковали человека четыре с разных сторон, прокомментируя на РЕН-ТВ матч Россия-Мальта. Прямо, я не знаю, как это была атака на меня, типа, Россия-Мальта, Россия-Мальта, я сказал, да, ребята, я не хочу. Ну, как бы, ну, что это значит, пойти прокомментировать, вот, как бы, вот, сразу. Нет, ну, придет время, я уверен, что, я уверен, что эта страница у меня не написана еще. Если написано, то я супер счастлив, потому что я, как бы, исполнил свои мечты детства. Я комментировал футбол на НТВ+, это был, это, ну, я не могу даже представить себе в детстве, но я это сделал, поэтому я супер счастливый. Если будет продолжение, не знаю, где, это будет кайф. Если нет, ну, как бы, ну, это в моей жизни было, я супер доволен, комментировал финал Лиги Европы, забивал Мхитарян. Я комментировал Россия-Испания в Лужниках, я комментировал чемпионат мира, чемпионат Европы, Лигу Чемпионов. Саратных стадионов, это вообще было нереально круто. Я говорю, я такое даже представить не мог себе в детстве, поэтому я счастлив. Написана история, все, если Лока Месси-матч в Черкизово был последний, окей. Ненавижу, когда говорят, сравнивают футбольные трансферы с трансферами журналистов, ненавижу, это просто полный бред, но неважно. Знаешь, когда трансфер происходит, и он надо готовить. Это такой сложный процесс, есть много чего вокруг. Ладно, тебя звали в РФС? Я не знаю, могу бы это говорить или нет. Я считаю, что да. Ну да, были разговоры. Это были достаточно такие конфиденциальные переговоры, поэтому я не думаю, что я могу сказать, что было конкретно. Звали, да. Звали на достаточно серьезную работу, должность. Так, ну, это связано с, там, типа, пиаром или это? Ну, вообще с коммуникациями, скажем так. Возглавить департамент. Да, ну, и, условно говоря, не детский юношку развивать. Почему ты не в РФС? Ну, опять-таки, мне кажется, когда ты хочешь работать, ты должен этого очень, как бы, хотеть, понимать, желать. Я вот то, что я сейчас делаю, мне кажется, я еще, как бы, могу в этом развиваться. Мне кажется, мне есть еще что доказать, сделать и так далее. Потом, если ты хочешь в РФС или любой клуб, ты уходишь, ты переворачиваешь страницу медиа. Ну, как бы, это будет бред, если ты ушел, типа, работать, условно, в РФС в клуб, а потом, типа, ой, а четко я вернусь-то, снова буду, там, я не знаю, заниматься медиа. Ну, как-то, мне кажется, это не очень, мне кажется, я могу ошибаться, может быть, я не прав. Потом, как бы, РФС, это, наверное, больше чиновничья работа, мне кажется. А я по натуре не чиновник. Вообще, я от этого все время далек. Я помню, что РФС, это общественная организация, ну, в широком смысле, но она, как бы, больше похожа на работу чиновника. Мне кажется, это не мое. Василий Конов, новый, так сказать, спикер от Мач-ТВ, недавно говорил после вот этой истории с шумной о том, что вас забанили на Мач-ТВ, якобы, он сказал, что он и тебя, и Денис Казанского уже звал обратно. Звучает из его довольно странновато. Ну, я сам офигел. Ну, не могу не спросить тебя. Не, ну, я сам, честно говоря, был шик, когда Невась позвонил, такой, типа, а ты не хочешь, что делаешь? Еду туда-то. А ты не хочешь вернуться? Такой, в смысле, вернуться? Я не понял. Я такой, ну, вернуться, комментировать футбол. Я говорю, да я вообще об этом не думал. Ну, реально не думал. Мы, грубо, давай встретимся, пообщаемся. Ну, пока эти встречи не было просто. Ну, я вообще думаю, что это пока, как бы, не то, что... Ну, я опешил просто, понимаешь, как бы, я не планировал, как бы, и вообще, это какой-то шок, потому что мне позвонил, окей, ну, мы с Вась в хороших отношениях, я им ответил, мы с ним пообщались, но пока это в моих планах, в моих планах этого нет пока. Почему ты не вернешься на Мэш-ТВ? Не знаю. А что, возвращаться в какой роли, что делать? Возвращаться, в смысле, возвращайся. Ну, просто хочется понять, возвращайся, как это, возвращайся. Потом я, еще раз, я себя чувствую максимально сейчас счастливо, свободно. Прям максимально круто. Это вообще так круто. Работать на себя. Ну, прям это максимально офигенно. Поэтому я здесь не вижу проблемы. И когда мне говорят, типа, а ты что, еще без работы? Я говорю, да блин, я работаю. Как, в смысле, не работаю? Поэтому по поводу звонка Васе, его, как бы, интервью, интервью, комментарий он дал. Комментарий какой? Написал. Ну, да, это правда. Это правда. Почему-то не случилось, и случилось ли это вообще? Вопрос открыт. Это как транспорт, понимаешь? То, что мы с тобой ждали. Надо готовить. Не просто в одного звонка. Возвращайся, о, все, я побежал, я возвращаюсь. Но это, во-первых, это для меня еще, мое личное решение, надо ли мне это. Надо ли мне это или нет. Я пока не знаю. В 2011 году у тебя еще были волосы. Ты приходил в Пусть говорят после вечеринки, которую молодежная сборная по хоккейу устроила в аэропорту. И ее потом сняли с рейса. Уже тогда было понятно твои эстетические предпочтения. Ты сказал, все пока искали ответ, что делать с пацанами. Панарин молодой сидит, кудрявый такой. Ну, очень. Другой вообще, другой мир. Все думали, что с ними делать. Ты просто сказал, надо было чувакам чартер заказать, и пусть они улетали бы. Да. Можем вспомнить какой-нибудь твой самый пышный, самый необычный перелет на самолете? Ты частенько летал частными самолетами, я догадываюсь. Был случай, когда мои друзья организовали поездку на Inter Juventus. Это был еще до пандемии, год, по-моему, 19-й или 18-й. Все совпадало с моим днем рождения. Так получилось. И я решил, что с меня билет на футбол, ужин и так далее. А они имеют возможность самолет. Ну, и там вся компания собрались. И, в общем, самолет был с шампанским, с этим освещением футбола и так далее. Это было очень круто. Ну, прям так реально выглядело все очень прикольно. Но вторая история, мне кажется, круче. Недавно я летел тоже джетом. И было прикольно, что ты летишь так над Европой и пьешь коньяк, арманьяк, если бы точнее, французский напиток, которому, по-моему, 63 года. Предложили, я, естественно, не был инициатором. Но когда предложили, ты так задумался в моменте просто, офигеть, ты летишь, пьешь этот коньяк вообще, что происходит? Но самое крутое, другое, Саш, знаешь, когда, были такие случаи, когда ты можешь, знаешь, какое-то путешествие, и у тебя получается, ты в какую-то точку летишь джетом, ну, приглашают тебя и так далее. А пацан, с мужчиной, ты летишь победой, визаер в 6 утра, это тоже прикольно, я такой люблю экспириенс. А сколько стоили все билеты на интервьювентус? Сколько тебе пришлось заплатить? Ну, блин, я не помню, честно, я не хочу врать, но я купил, по-моему, билетов 12 на футбол и пригласил друзей из Москвы, кто-то приехал. Помню, приехал Леонид Слуцкий, он тогда в Голландии работал, я его тоже пригласил, он с удовольствием, я прям был приятно удивлен, он приехал. Братьев все взвал, они не смогли, к сожалению. Ну, кто-то без Слуцкого должен был тренировки проводить. Ну, там была выходная сессия, там как раз начинались матчи сборной, в общем, такая была очень приятная кампания, я просто не знаю, реально не помню сколько. Но тот факт, что Сансиро, интервьюве, потом ужин в Кавалине, и, кстати, в этом же ресторане рядом сидел, там все очень демократично в Италии, к Елине, то есть был так очень приятно. После матча они остались в Милане? Да-да-да. А ужин тоже ты оплачил на меня? Да-да. Как тебя, как, что у тебя отразилось, когда... Да нормально, слушай, ну в Италии это не так дорого. Ну, как бы в этом смысле, это не дешево, но в Италии достаточно демократичные цены в ресторанах обычных, там, Траторье, либо ресторан, это нормально. Это не то, что, типа, знаешь, как у нас есть четкое деление на рестораны, типа, куда никогда ты не зайдешь, ну, просто понимаешь в своей жизни, что никогда не зайдешь в ресторан, потому что, ну, там, ты уже не сумасшедший, платить запас 105 тысяч рублей, такие рестораны в Москве есть, да, там, 3 тысячи рублей, есть там чуть скромнее, есть такие простые, чуть выше класса, ну, то есть в Москве прям есть деление. Мне кажется, вот в Европе, особенно в Италии, такого нет. Конечно, есть какая-нибудь там сумасшедшая, я не знаю, Ларизака Сей была раньше, да, в Милане или там, в Ингустырии сейчас. Но в целом все достаточно одного уровня, поэтому не так, что это прям какой-то вау, шок. Главное, главное не ошибиться в вине, понимаешь? Чтобы вина, вино не было дорогое. Ты не вылезаешь из трипов по планете, только что ты счастлива, ты сел в Турине, в Риме, возможно, где-то в промежутках, с удовольствием следил за твоим гайдом по Турину, по ресторанам. Что ты там делал? У меня была встреча, во-первых, я поехал на матч Аталанта-Ювентус, на Ювенту-Аталанта, я надеялся, что сыграет Алексей Миранчук, я сделал билеты, его девушка приехала тоже, мы вместе сходили на футбол, на Ювентус-стадион, потому что я накануне тоже, за два дня до этого был в Милане, и до этого мы пошли поужинали с Лешей, там, просто пообщаться, поддержать, потому что я прекрасно понимаю, я знаю, что ему непросто, да, с точки зрения того, что он не играет, и, мне кажется, в данном случае ему нужна поддержка, да, то есть чисто вот такая моральная, что, чтобы он не раскисал, хотя он не раскисал, я снова приятно удивлен, что он, он понимает, он там не нудит, не ноет, там, типа, не ищет виноватых, да, там, как обычно делают футболисты, что виноват там тренер, виноват там тот-то, он, я должен, я должен это сделать, пробиться там в состав, либо заиграть в Италии, там, в другой команде, я должен это сделать. У него нет, там, идей, что, пожалуй-ка, я вернусь в Россию. Он хочет добиться успеха в Италии, он понимает, что это его миссия, ну, желание, миссия, как угодно, называйте. А как думаешь, кто из них, ну, он же не вернется в Россию? Нет, ну, сейчас нет, ну, я уверен, что не сейчас, в январе это невозможно, он 100% не вернется, летом тоже 99%, что не вернется, дальше я не знаю, как пойдет, но я же не Острадамус, просто меня в этой ситуации немножко убивает и смущает вот это, как бы, знаешь, наши отношения, типа, да что там Миранчуг, ну, куда он там поехал? Ребят, человек, он был здесь суперзвездой в России, он вообще был суперзвездой, одесса популярных людей вообще там среди молодежи в Москве, там, модник, ходил, ну, вообще, что ему еще надо было? Ну, согласись, ну, он вообще кайфовал, ну, во всех смысла, играл круто, забивал, там, звезда, локомотив, болельщики, все его знают, там, все его обожают, там, просто идеальное положение. И он говорит, нет, я поеду в Италию, в Бергамо, там, не знаю, там, сейчас по зарплате проиграл, не проиграл, понятно, что в России мог получать больше, думаю, это все понимают. Поехал туда, в другую культуру, в другую среду, стараться, бороться, пытаться, окей, не получается, но он пошел на следующий шаг, он сложности выбрал себе в жизни, это очень круто. Не привык сидеть на месте, что все заебись, я, пожалуй, буду здесь, а он пошел искать возможность развиваться. Окей, не получается, да, к сожалению, ныне уровень футболиста такой российский, что они могут сразу получить место в составе, это не 90-е годы, там, и даже не там, не Аршавин, Павличенко, Пагремня, которые тогда ехали, у нас другой, по крайней мере, футболист. Ну, плюс еще таланта, очень команда специфическая, где играют, как говорит Марк Уникольевич, бандиты. Я вот сейчас смотрел матч с Ювентусом, но это реально такие, знаешь, колумбийцы, там, я не знаю, эти албанцы, такие, знаешь, они такие, выходят как будто на войну, там, знаешь, они этим игрокам Ювентуса не давали все время этого дебала бедного, били-били-били-били-били. Понятно, что Леха другой, Леха, он не злой человек, он не злой футболист сам по себе, он зло должен выработать для аталанта. Да. Окей, ну, я считаю, что, наоборот, это пример того, что надо, не надо идти все время по простой дороге, он выбрал сложный путь. Леха молодец, ну, я так считаю, то, что не получается, я переживаю, он переживает, все расстраиваются, но дело-то, типа, а ну, понятно, Миранчук, не уровень. Сидел бы здесь, назвали бы его, типа, а ну, Миранчук, понятно, боится уехать в Европу, но не побоялся, поехал. Не, просто я так. Так, ты приехал в Турин, подержать. Да, еще у меня было пару встреч там по поводу своих проектов, по поводу всяких идей, которые надо было чуть-чуть попродюсировать. Это выпуски, связанные с чем-то уже нерусскоязычным? Ну да, это, ну, я вообще, как бы, надеюсь, стараюсь, что можно расширить, там, географию, делать, там, братные истории. Понятно, что много есть тем в России, но у нас так очень сложный процесс участвовать в переговорах. Это, ну, отдельная тема, поэтому в Италии, ну, я просто там сделал несколько встреч, которые, возможно, вылиться в какие-то интересные вопросы. Вы вылились, правильно понимаю, что вылились в расследование о финансовых махинациях в Ювентусе. Ну, кстати, ну, кстати, это такая интересная тема, я думаю, что будет всплывать, потому что у нас очень любят эти заголовки, но просто не понимают, что сейчас уже не только Ювентус расследуют. Да, да. Расследуют уже Интер, расследуют уже Наполи из-за трансфера Симхена. Там все очень, там простая история, если есть время, об этом можем поговорить. Там главная претензия, что трансферы игроков были завышены. Например, Аудеро, такой вратарь был у Ювентуса, второй, его продали в Самбуре за 20 миллионов евро. И вопрос только в том, что эта цена завышена. Ну, как ты это докажешь? Ювентус был выгодно за 20 продать, получить на баланс... Ну, чтобы вписаться в Fairplay. Или, например, Интер с кем-то делал сделку, оценил своего запасного игрока в 7 миллионов, или Ювентус продал фавиле, в этом проблема. Просто у Юви это стало к какому-то прям уровню уже сумасшедшим из-за Роналду, потому что, ну, если там коротко объяснять, семья Аньели — это там 250 человек. Ну, династия огромная, да, понимаешь, что есть там Джон Элкон, есть Лапо Элкон, ну, такие топовые фигуры. И для этой семьи главное развлечение — Ювентус. Ну, Феррари и Ювентус. Ну, Феррари, ну, Минус Кудерия, Феррари. Понятно, что когда на Ювентус уходят 10-20 миллионов долларов в минус, ну, для семьи это незаметно. Ну, типа, ну, для развлечения так уж и быть, мы готовы потратить деньги, чтобы все было... Ну, когда у тебя минус 200 миллионов, к Андрею возникают вопросы. Типа, Андре, а ты как управляешь? Что у нас теперь из бюджета минус 200 из казны семьи Аньели? И вопросы возникли. А эта история у Аньели возникла из-за Роналду. Очевидно, что человек просто... Он достаточно молодой, ему там сколько сейчас, 42 года или 43, тогда был там 39. Но человек, я думаю, что просто психанул, если там выражаться простым языком. Ну, он выигрывал, не выиграл Лигу Чемпионов, проиграл Реалу, проиграл Барси до этого в Берлине, проигрывает в плей-офф Лиге Чемпионов, просто психанул. Просто чувак хотел стать, как его дедушка, как его папа, как его дядя, да? И он хотел что-то такое, выиграть Лигу Чемпионов. Не получается. И, видимо, просто мы сказали, слушай, ты без суперзвезды не выиграешь. Выигрывают либо Роналдес с Реалом, либо Барса с Месси, либо Бавария, там, ну, которая Бавария. Ты должен кого-то купить такого. Я думаю, что мы принесли идею, он сказал, окей, это когда ты идешь в казино, у тебя все хорошо. Он же выиграл каждый год, успехи, продал Погба, у тебя вообще все отлично идет. Меняешь имидж, ты модный. Я думаю, что, знаешь, когда я уже был в казино, типа, все, сейчас мне фартит. И здесь я получу удовольствие, и здесь как бы не получится. И он, окей, мы готовы. 30 миллионов зарплата плюс налоги 50 получается. Мы готовы. Трансфер 112 миллионов евро. Мы рискуем, мы победим. В итоге проиграли во всем. Не выиграли Лигу Чемпионов, потеряли тренеров, ну, я имею в виду всех. Роналдо не смог стать частью Ивентуса, у него нет ДНК, а Ивентус, как говорят в Италии. И все. И поэтому сейчас у него большие проблемы. Плюс еще его добил эта история с Суперлигой. Потому что здесь тоже. Поэтому проблемы Юви сейчас не только внешние, но, я думаю, что еще внутренние проблемы есть, связанные с давлением от семьи в сторону Аньели. Я думаю, что Аньели, я слышал, опять-таки, в Турине говорят, что его могут перевести в Скудерию, Феррари. Но, если это интересно, кому-то извинение, я заговорился. Не-не, очень интересно, очень интересно. А когда, как прошли переговоры, когда мы увидим твои выпуски на итальянском языке? Не знаю, посмотри, как пойдет, но, если получится, надеюсь, что там в ближайшие 2-3 месяца что-то будет интересно. Но, опять-таки, я не знаю. Это связано с Ювентусом? Ну, с Ювентусом в том числе и с людьми, которые были в Ювентусе, и с итальянским футболом. Ну, посмотрим. Я не знаю, я сейчас загадывать не хочу, потому что это такая непредсказуемая история. Представляем. Много чего срывалось. А в своих сторис очень красивых ты показывал, в том числе, бар, где тусят игроки ивентусы. Расскажи, что это за бары. Там есть ресторан Дель Гамбио, который, ну, самый старый, в Турине, по-моему, в Италии. Мне так и не понял, по-моему, в Италии, думаю. Он 1727 года, ему почти 300 лет. И там очень пафосно, он уже Мишленовский ресторан, там я, честно говоря, пришел. Вот там, как это тоже было дорогое вино. Там было вино, типа, не, ну, там было, типа, 70 евро. Ну, неважно. И это ты, там все так было, чинно-благородно и так далее. А там за углом написано «Фармачия», аптека. И мне объяснили, скажи, слушай. «Фармачия». «Фармачия». «Фармачия», да, «Фармачия». «Фармачия». «Фармачия» написано. И там мне сказали, что это специальная луиска «Фармачия», типа аптека. Смотрите, это бар. Это, чтобы туристы не ходили в этот день. Потому что, как говорят, туринцы, они не любят туристов. Они вот про свое, про местное, вот у них там своя история. А с этого ресторана, если поеду второй этаж, можно попасть в этот бар. Ну, там просто было накануне матча «Ивентуса». Поэтому, естественно, игров в Юве не было. Но такой, типа, бар, ну, по московским меркам, не супермодный. Понятно, что в Москве баров-то. Ну, конечно, не, но в Москве это что? Выглядело уютненько. Нет, уютненько, супер, классно. Но я к тому, что это не то, что супер пафосно. Максимально не пафосно. Но мне сказали, что там игроки в Юве часто бывают. Но сейчас у них не лучшее время ходить по барам, поэтому пускай лучше начнут выигрывать. Кстати, самое время рассказать о вашем товарищем путешествии, которое вы бы повторили прямо сейчас. В комментарии. Вопрос, на который не смог ответить Станислав Черчасов. Я его немножко переформулирую. Если мы вернемся в 2020 год, ты все еще работаешь на Матч ТВ. А Матч ТВ при этом активно продвигает, рекламирует поправки в Конституцию. Ситуация. К тебе приходит кто-то из твоих начальников и говорит, что Нобель нужно отрекламировать как классно в каком-то трансфере вовремя внесли поправки. И благодаря этому получилась офигенная история с переходом кого-то куда-то. Тое действие. Это исключено. Я скажу, я это делать не буду. Ну, не буду. Менять мог заставить, правильно? Но если ты обратил внимание, за всю мою карьеру я не делал то, что я не хотел. Особенно связано с политикой. Это вообще точно нет. Если мне скажут, слушай, давай рекламируй поправки. Нет. Ну, такого не было предложения. И ответ был бы точно нет. Топ-3 комментаторов России сейчас. Казанский. Давай. Это какое место? Думаю, первое. Так. Генич. Какое? Второе. Могутся третье. Коменджок. Не, не, на самом деле. Ну, слушай, мне кажется, вот. Блин, не знаю. Мне кажется, прям. Профессия, она очень сильно меняется. Вообще, в принципе, комментаторство. И я не знаю. Я, кстати, вот сидел, думал, насколько я могу сейчас этим делиться. И это мои личные рассуждения. Для меня там одним из потрясений. Не только этого года вообще там. Всей жизни стал уход Ивей Розного. Да, и я как-то сидел, аж думал, что вот так совпало. В этом году он ушел от нас. И там, по сути, на паузе моя карьера комментатора. Не знаю, совпадение или нет. Ну, вот. Ну, как бы, он очень дал мне в этой профессии. И это, ну, факт, всем известно. Я даже думал, так судьба сложилась, что его нет. И моя карьера на паузе. Тут образ комментатора, который был у нас в детстве. Мы с того примерного возраста. Комментатор, это такой некий путеводитель мир футбола. То есть ты от него узнавал вообще все. Он для тебя был таким вообще центром, да, всего. И вот он твоя дорога футбол, да. Сейчас такого все же нет, на мой взгляд. Это, возможно, проблема не только комментаторов футбола. Это вообще проблема современного мира, что он стал другим. Да, и не зря говорят о том, что футбольный матч надо сокращать. Потому что он слишком долгий, да. То есть сейчас есть много других средств коммуникаций. Телефоны, ну, в смысле смартфоны, социальные сети и так далее. Ты давно уже не смотришь футбол только в один экран. Второй экран будет обязательно у тебя. Для твиттера, либо для телеграма, либо для ватсапа переписываться и так далее. И комментатор иногда просто как фон. Ну, то есть он идет, 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 ты слушаешь и все. И дальше как бы много не запоминаешь. Поэтому может быть в этом причина. Наверное, хотя, безусловно, есть это по числу важная, сложная профессия. И очень многие недооценивают, насколько она непростая. И на матч ТВ есть очень много сильных комментаторов. Я с удовольствием слушаю многие репортажи. Там сериала смотрю, Россию смотрю, Лигу чемпионов смотрю. Поэтому просто я назвал троих, ну, потому что я их знаю, слышу, они мои друзья. Как многие друзья на матч ТВ. Ну, просто нет такого в голове, там прям, вот я составляю рейтинг. Казанский, на мой взгляд, Денис, это тот человек, который, ну, просто будет таким символом профессии. Он уже во многом символ, но он ближайшие, там, 10-20 символы нашей профессии. Как и Костя Евгеньевич. Ты сказал про Розного. А можно вспомнить самый сильный разговор твой с Юрем Розным? Блин, их было столько много, на самом деле. Особенно, вот, в ранние годы, там, в шестом, восьмом, десятых годах, даже, даже, когда, знаешь, матч заканчивался. Перерыв был, я включал телефон, и я знал, что будет Мисага от Юрия Альбертовича. Он наверняка меня прибьет, но наверняка, он редко хвалил, но это было так круто, и если его не было в Мисаге, я начинал волноваться, типа, вообще. Что происходит, почему он не написал мне, причем, неважно, матч это Ювентус Интер, я комментирую, или Эмпали, там, Торино. Он не писал, думаю, блин, что происходит, как это может быть. И он все время говорил, он правду говорил, он говорит, абсолютно правильно, он говорил, тебе не хватает на игре концентрации часто. Ну, и много дал жизненных советов. Я помню прекрасно, я только пришел на радиоспорт, а он уже звезда, Юрий Альберт из Чемпионата мира Германии вернулся. Мы сидели в эфирах очень много, ну, не в эфирах, а за эфиром общались, и как бы я с ним больше всего общался. И как-то мы сидим, и он такой, ты знаешь, что главное в жизни? А мы говорили это по будущему, как будущее сложится в этой профессии, там, смогу ли я работать на радио, возьму ли меня в штат на радио, либо, там, в будущем, когда-нибудь на НТО+. Он говорит, знаешь, Нобель, в жизни удача улыбнется каждому. Просто очень важно в этот момент не валяться пьяным под столом. Ну, как бы, имей это в виду. И я понял, что он дал понять, что тебе просто, будь готов к работе, и будь готов к тому, что тебе улыбнется удача, там, сложится. Просто не проеби этот момент. Ну, прям, это прекрасно помню. Ну, и много чего было, то есть, для меня он пример, там, общение с Жанной, ну, блин. Я бы мечтал, что мне были такие отношения со своей женой, ну, просто. Это, это то, что мне кажется, это идеальное отношение. Ну, примерно, там было наедине у них, но думаю, что так же примерно. Это вот так, так как надо любить. Любить. Ты участвовал в том, чтобы Элионель Месси стал лицом на баннерах Альфа-Банка? Как это возможно? Я общался с людьми с Альфа-Банк, и у них была идея сделать большую историю о чемпионате мира. Сделать нового амбассадора. У них было много вариантов, было там, разные фамилии игроков. И я сказал, ребят, вот есть такой путь, есть такая история. Есть Месси, который, наверное, топ-2 футболиста мира популярности. Он доступен. Это не очень, как бы, сложная история, она реальная. Давайте пробовать. Я, как бы... Ты можешь рассказать, какой путь? Как можно прийти и сказать, что месяц доступен? Не, ну, опять-таки, у меня же есть... Нет, в смысле, ну, у меня есть какие-то контакты в Испании, свое понимание и так далее, и тому подобное. Так. Можешь рассказать, как это... Ну, я не хочу это прямо в деталях говорить. Ну, мы тоже сели с Марка, когда подумали, что это возможно. Он мне объяснил, что это технически возможно. Я тоже там прикинули, посмотрели и так далее. Ну, как бы, сейчас тебе что, рассказать, кто кому звонит или как? Все, что ты можешь рассказать. Нет, я думаю, что это такие нюансы. Нет, ну, еще раз. Вот в этой истории вообще... Давай так, назовем. Продюсирование, да? Продюсирование. Не важно. Это продюсирование гостей, продюсирование амбассадоров, продюсирование, я не знаю, звезд на какие-то ивенты закрытые или трансферы. Это все более-менее продюсирование. Понимаешь? Это здесь главное умение найти контакт людей. Ну, в смысле, не контакт, телефон, а чтобы эти люди, вот и есть разные точки, в общем, что они все пришли к единому мнению, да? Чтобы где-то человек смог все эти углы сгладить, и что все получилось. В этом роль агента, продюсера и так далее. Очень важно понять, как это должно выглядеть в идеале, в перспективе, который есть. Ну, для этого есть переговорщики, для этого есть люди, которые это все могут сделать. Продюсеры, кого-то называют. Окей. Расскажи тогда историю про Месси, которую никто не знает. Слушай, у меня было два пересечения с Месси. Первый я был на матче Барса-Спартак в 2012 году, и я сидел в ложе офигенный, раз это говорю. Ну, реально офигенный сидел в ложе, и я так немножко шокировал. И каким-то образом, я не понял, как, я попал вниз к раздевалкам. Причем я пошел по аккредитации журналистской. Видимо, я с какого-то правильного хода спустился, и я оказался в раздевалке Барселоны. Ну, просто в раздевалке Барселона оказалось. Идет Месси и Парехо. Такое возвращение к Спартаке. Поменялись с футболками, типа, я такой, стоп, Лионель, нужна фотография. Он такой, да вообще без проблем. И я даю телефон Парехо, говорю, Николас, давай, делай фотографию. И так Месси с этой футболкой Парехо, там, на голом теле, я такой стою, все, фотография. Это было смесь, он очень так просто, доброжелательно. Вторая была история, собственно, когда Альфа-Банк были съемки в Барселоне, там, по договору, он должен был съемки были в Барселоне ролика. Ну, там все приехали, ждут. И придет машина. Ауди А3, как сейчас помню. Месси такой в кепке. Чувак, а я вообще не могу приехал. На этом какой-то может очередной сотрудник, там, оператор, я не знаю, кто вообще-то приехал. Там, выходит Месси, такой вообще скромный, такой реально прям слова, там, не сказал. Очень простой чувак, прям максимально. Но, кстати, вот ресторан, который рекомендовали его, он не очень оказался в Барселоне. У тебя, я уверен, есть много, много идей для блокбастеров. Можешь нам рассказать об одной идее мечты, которую ты готовишь? Блин, ну я сейчас расскажу, и потом получится, что, типа, не выйдет. В запасе у тебя останется еще 15 идей мечты. Чтобы понять. Сейчас у меня была идея про Ювентус. Я понимаю, что там, условно, Аньели не записать, это я понимаю, да? Но я бы снял про Ювентус. Потому что это интересно с точки зрения того, что... Я сейчас, когда окунулся, вот в эти разговоры, каждый день общался, Италия, Ювентус, то-се, там, семья, Аньели. Ты знаешь, что у Джанни Аньели было два ребенка. Эдуардо Аньели, который умер. Да. Который, как говорят, покончил жизнь с самоубийством, но есть версия, что его убили. Да. Да, потому что он был наркоманом. А знаешь, что, когда Джанни Аньели приехал на этот приодук, он посмотрел вниз и сказал, что Эдуардо не мог прыгнуть, типа, он был трусом. А знаешь, вторая версия? Нет, вторая версия, почему это не он? То, что машина была припаркована идеально. Идеально припаркована. Ага. Ну, с реста, да. Да, с поста вниз. Но его друзья говорили, что он не водил машину так хорошо. Он не мог припарковаться так, что выходишь и шаг до падения. Это невозможно. И поэтому Эдуардо Аньели, скорее всего, как бы, Талли, говорит, его убили. Ну, да, да, да. За что-то. Но это представили, как самоубийство. Так вот, у него была вторая, второй ребенок, дочка. Дочь. Имя не помню. Маргарита, да. Маргарита. У него был первый муж. Это фотограф Элкон или художник. Ну, он фотограф, жонарист, да. Фотограф Элкон. Два... Он до сих пор жив, он же берет интервью до сих пор. Да, да. Два сына Джона Апэлкон, которые, собственно, наследники империи. Империи. А ты знаешь, кто второй муж у Маргариты Аньели? Как говорят, я не знаю, проверял сейчас, но не очень понимаю. Этот человек, в общем, из той же эмиграции российской. Русский какой-то. С русских кровей человек, который во Франции живет, но говорит на русском и говорят, что семья Аньели, вот продолжение семьи Аньели, у этой Маргариты, этого русского француза, у них пять детей. И говорят, они говорят на русском. Они разговаривают на русском. И мне говорили, что она очень часто приезжала в Россию в 90-е годы. И вообще, в принципе, в Россию, ну, сейчас реже, но приезжала. Типа, и муж ее приезжал с ней, естественно, в Россию. Я не знаю, это правда или нет, я сейчас пытаюсь как бы выяснить, но вообще узнать про семья Аньели и про Ювентус, то есть, у них на самом деле имеют право на казну, скажем так, или на империю, 200, по-моему, 95 человек. Ну, там, внуки, правнуки и так далее, дяди, тети. И вот они этим живут. Я, например, когда был на Ивентус Зенит сейчас, мне достались билеты, ну, спасибо большему моему другу, он мне помог с билетами в ложу Аньели. Как выглядит ложе условно Фидуна или там ложе кого-нибудь в России? Это там на 8 человек бокс и больше никого, правильно? Ты скажи нам, как это настроено. Да, скорее всего так. А ложе Андре Аньели, он называется клуб Джанни Уберто Аньели. И ты приходишь, там огромный ресторан, прям вот реально ресторан, дети обслуживают, дети приносят, не знаю, апельеи, первое, второе, антипаста и так далее, мясо, рыба, вино, достаточно вкусное. Там столов, там, 30. Ну, прям, ресторан. И за одним столом у тебя Андре Аньели с Недвидом, там, ужинать и так далее. И дальше ты идешь, и там огромная такая трибуна, человек, наверное, на 100 или, может, на 200. И я понимал, что я вот нахожусь в этой ложе, и я понял, что большинство этих людей, они какой-то нажимают к семье Аньели. То есть, кто-то там, Джон Элконн может приехать, тоже там сидеть, он не запрется в ложе, там, какой-нибудь, он будет сидеть вот среди 100 людей. Но, видимо, это такой прям белая кость Турина, то есть, те люди, которые управляют Ювентусом, не Ювентусом, а империя Аньели. Это прикольно. То есть, и часто, что Аньели, например, условно, знаешь, какая легенда была, почему был Кальчополе. В Италии многие уверены. После смерти Джани Аньели, который, собственно, умер от рака, уже ему было 85 лет и так далее, приехал его внук, Джон Элконн, в офисе Ювентуса. А в офисе Ювентуса сидели, сидел триада. Пулучано Моджи, Беттега и Джираудо. Те люди, которые Ювентусом управляли. Ну, ты, наверное, знаешь, правильно. И Джон сказал Элконн, типа, всем привет, я владелец Ювентуса новый, ну, наследник, я сейчас буду решать. Они сказали, знаешь, что мальчик, ну, так говорят, вон там дверь, пожалуйста, этот клуб управляем мы. Дед, ну, не дед, Джани Аньели нам, так сказать, ну, мы управляем, он нам доверял. И, опять-таки, по легенде, именно Джон Элконн дал добро зеленый цвет и спровоцировал Кальчополю. Через два года, что Ювентус с подачи внука, наследника Аньели, чтобы избавиться от Триады, нужен был скандал, большой замес. И он пожертвовал там годом серии B, чтобы клуб очистить от них. Ну, вот Триады и новых, ну, уже своих завести людей. Такая легенда есть. Это же интересно? Очень интересно. Это прям кино, по-моему, нет? Нереально интересно. Это очень интересно. Поэтому, если ты говоришь про мечту, я бы снял про это. Ну, типа, вот Аньели, Ювентус, скандалы, посадили Аньели, там, Суперлига. Ну, это мечта. То есть, можно, конечно, все это локализовать, сделать там, чтобы с местными журналистами, жителями такой выпуск. Сейчас я его продумываю, но не знаю, получится или нет, но было бы круто. Чин-чин. Вот смотри, просто такая задачка из школьного учебника. Тебе дают Роналду, но при этом ты понимаешь, что тебе нужно потратить 2 миллиона рублей на выпуск с Криштиану Роналду. Легко. Твои действия. Окей. Если мне скажут, что Криштиану Роналду мы снимаем с Джорджиной, там все дела, ну, конечно, конечно, снимем. Конечно, найдем возможность, конечно, без проблем. Если будет стоить 10 миллионов рублей. Нет, надеюсь, сложнее. Надо идти будут какие-нибудь спонсоров, которые будут уверены в это, ну, партнеру, спонсору, которые будут готовы вложиться. Понимаешь? Да, 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 абсолютно. Да, ну, тут риски определенные есть. Все, понял. 10 тяжело. Ну, не, не, все, я допускаю, я допускаю, что найду. Возможность это сделать? Допускаю. У меня есть идеи, как такое делать. Твои слова. Год назад в ВИП Ложе Тоттенхэма просто на пустой улице встречаю Марину Грановскую. Подхожу, представляюсь, говорю, можно было бы сделать программу о вас. Она такая, сейчас точно нет. Продолжаешь ли ты добиваться свидания с очаровательнейшей? Но, честно говоря, первое, что я был в шоке, ее внешность. Она очень красивая. Она нереально красивая. Просто, ну, это был не ВИП Ложе, это с выхода было с ВИП Ложе, а я пошел какую-то шапку покупать для кого-то там, какого-то знакомого, который просил шапку Тоттенхэма. Я пошел покупать, да, да. Я пошел в шапку, иду обратно, поворачиваюсь и вижу, ну, просто, знаешь, вот здесь девушки, женщины, когда просто вот их само появление тебя вдохновляет. Ты прям, ты не можешь, ты прям смотришь, и у тебя все, сумасшествие в голове происходит. Я понимаю, что я вот поворачиваюсь, вот она просто выходит из этого, из, ну, вот как бы, из этого ВИПа. Я поворачиваюсь, я узнаю в Грановскую, она выходила с кем-то, кто-то от нее отошел, она осталась одна. Я, естественно, не подхожу, Марина, здравствуйте, такой-такой-то, такой-такой-то, и, ну, ответ ты знаешь, что уже я процитировал. Ну, вот это, там, 40-секундное общение было таким ярким для меня вспоминанием, пообщаться толка не получилось, улыбка сумасшедшая вообще-то, она поулыбнулась мне, так я просто, блин, просто нереально круто, и, ну, все, сейчас у меня есть какие-то идеи, попытки, ну, там, проблема в том, что она дает комментарии, но очень сухо, и только английским СМИ, ну, видимо, то, что протокол учился надо делать, только английским СМИ, только по поводу трансферов, и все, я не знаю, кому она нам дала интервью, вообще о жизни, такого не было никогда. Это сложная миссия, миссия почти невыполнимая, я думаю, но с другой стороны, буду пробовать. Ну, есть, опять-таки, идеи, как, по крайней мере, постараться эту стену пробить. Немного про твоих друзей хочется поговорить. Опять? Ну, чуть-чуть, давай-давай. Чуть-чуть. Ты дружишь с Маркой Трабуки, да, с Тимуром Круцкая, да, яркие, видные ребята, к сожалению, Марка по каким-то причинам чуть менее, меньше появляется в эфире. У нее ребенок родился. Ну, может, по этой причине, не знаю. Не знаю. Каждый пост, в котором есть Марка Трабуки, Тимур Круцкая, в комментариях сопровождается какими-то сомнениями в их репутации, в том, что кто они такие, аферисты, бандиты, мафия и так далее. Самое смешное, конечно, бандиты. Это самое смешное, когда я считаю, что они бандиты, это смешно, да. Как ты, как ты реагируешь, когда люди сомневаются в их репутации? Я Марка знаю с 2010-го или 2009-го года, не помню, и за все время общения с ним, я говорю про общение, я не говорю про дела, я не знаю там про бизнес, мне сложно судить, сложно, но то, что как бы мое общение с ним было максимальным, искренним, порядочным, доброжелательным, и оно остается таким, мы с ним дружим. Что касается там его бизнеса, ну, из того, что я видел своими глазами, ну, я, может быть, не все видел, потому что я не был там на переговорах каких-то, он профессионал, Марка профессионал как агент, он профессионал, это как бы не самый чистоплотный бизнес, как я это вижу, по-другому, там какие-то есть ухитрения и так далее, и тому подобное. Наверное, он тоже, на это все идет, это тоже важно делать. образ Марку и Тимура, ну, стал таким, каким он есть, после Спартака. Не был образ Марку таким до Спартака. Да. И вся проблема только в этом. Но эта проблема возникла, потому что это Спартак, потому что эта конструкция кривая, которая была в Спартаке, она, как бы, не могла закончиться успехом, потому что я до сих пор считаю, уверен, что если Спартак был Каррера каким-то образом салтременем Спартака, Бердыев не согласился, 5-10-е, это кривая Спартака, которая была, Каррера, Марк уже ходил на встречи с Фидуном, участвовал в этих событиях. Фидун, Марк не тоже, что дверь взломал у Ленин Торнольевича и туда пробрался, он не то, что, я не знаю, там, как-то нелегально это делал, его Фидун звал, с ним Фидун общался. Если, на мой взгляд, ты эту конструкцию создал, Каррера, Трабуки, там, условно, ну, так сделай Трабуки условно спортивным директором. Будет провал, вдвоем отсюда пойдут. Правильно? Успоставь условия, оговори с ним гонорар. В чем проблема, что, там, больше платили, чем надо? Правильно? Это в этом же претензия. Скажи, что, слушай, ты отвечаешь за деньги, и поэтому не надо привозить условно Петковича. Но мне кажется, так это делается. А когда такая кривая, что здесь есть Каррера, тут Трабуки, там где-то Тимур, кто-то еще, и потом, как бы, окей, ну, в такой конструкции не может работать. Либо ты этим людям доверяешь и приглашаешь их в клуб работать, либо ты их не доверяешь, не подпускаешь, говоришь, Каррера, стоп, ты со временем Спартака и ты работаешь со Спартаком. У тебя директор Родионов или кто-то Измайлов, правильно? Все, вы работаете с ним. Никакого, чтобы Марку не было. А когда ты сам его зовешь и с ним общаешься, и поговоришь, займись этим трансфером, займись этим трансфером, а как, как это должно быть? Ну, естественно, для широкой аудитории, типа, ну, конечно, не, но Марку тоже, понятно, что не бессеребренник. Очевидно, что человек хочет заработать деньги, правильно? Это же вопрос нормально заработать деньги. Я думаю, что все хотят деньги заработать, и ты, и вся наша аудитория, все за это. Вопрос, как это делать? Но, опять-таки, вопрос работодателя. Он говорит, у тебя такой гонорар, ты получаешь там проценты с продажи, например, фигач. Или ты говоришь, ты вот как бы агент, помогай нам. Ну, понимаешь, что агент будет заработать на комиссиях. Логично. Вот он зарабатывал на комиссиях. А дальше уже вопрос, много или мало. Это уже не ко мне вопрос. Что ты сделаешь? Если так случится, так, конечно, не случится, но если ты узнаешь и поймешь, что твои друзья, кто угодно, нарушают закон регулярно, совершают сделку ради большой, очевидной прибыли, но в обход закона. Твоя реакция? Отрицательная. Максимальная. Что ты сделаешь? Ну, как минимум, я перестану общаться. Ну, в смысле, максимум, что стоит перестану общаться. Трансферы Спартака сопровождались в период, когда Марк и Каррера строили чемпионский Спартак, они сопровождались... Был такой фон, что казалось, что некоторые футболисты куплены в 10 раз дороже, чем они на самом деле стоят. Ну, какое-то нарушение закона? Даже так, какое-то нарушение закона? Ну, скорее всего... Ну, как это работает? Мы сейчас о чем говорим? О нарушении закона закона государства или о том, что... Слушай, ну, даже сейчас... Смотри, вот они получают в 10 раз больше денег, делят пополам, не платят налоги и все в плюсе. Кто платит в 10 раз больше? Спартак. Спартак, это... Что за организация? Футбольный клуб. Частная? Да. Кто платит? Федун? Да, ну, наверное. Ну, у меня Лукойл там подписывает. Федун. Это решение Спартака, например. Так. Просто если ты говоришь про эту историю, вот про историю, что Спартаке, но это не нарушение закона. Если я узнаю, что там мой какой-то друг, неважно кто... Хорошо. Человек убивает меня, или занимается наркотиками, но это будет как бы неприятно. Я имел в виду, в этой связи не конкретно ни Марка, ни Теория, я имею в виду, но просто. Просто. Если твои друзья распиливают бабки и делают это незаконно. Делают в обход налогов, в обход все. Твоя реакция. Вот ты узнал, твои кореша, неважно кто, пилят бабки. Но опять-таки, что ты делаешь? В смысле, пилят бабки, что ты имеешь в виду? Ну, в смысле, что они оформляют там фиктивные сделки, не знаю, фиктивные суммы и так далее. Просто в контексте Спартака, это нелогично. Если говоришь глобально. Ну, глобально переходя. То есть я не хочу никого обвинять, никаких обвинений у меня нет. И фактов нет. Если обвинять, просто не в чем. Вот то, что ты говоришь, вот Спартака, это не в чем обвинять, на мой взгляд. У меня нет никаких обвинений. то это проблема Спартака. они либо не разобрались, либо просто не смогли изначально сделать правильный выбор. Если говоришь глобально на тему, я не знаю, каких-то гостарственных историй, я вообще стараюсь с этим не пересекаться. Ну, я имею в виду, бюджеты, гостарственные и так далее. Это вообще не моя тема. То есть я стараюсь от этого, даже от людей, которые этим занимаются, я не то, что перестаю общаться, потому что делаю выбор каждого. Но вот мои там прям близкие друзья, товарищи, чтобы кто-то занимался там распилом бюджета условно, и я об этом знал. Может, не знаю, я просто не знаю об этом. Но такого нет. Еще одна тема, которая рядышком с тобой всегда присутствует из-за того, что ты из-за твоей карьеры и так далее, что ты получаешь выгоду с... Какую? Знакомишь людей, помогаешь, подталкиваешь клубы, игроков, агентов. к сделкам и так далее. Участвовал ли ты когда-нибудь в переговорах, помогал ли ты... Какие передавшиеся между переговорами? Ну, когда футболисты приглашают в какую-нибудь команду, и... Нужно обсуждать финансы, никогда это не делал. Не, ну, почему финансы? Просто... Помочь с контактом... Сказать, сказать, что с тобой хотят поговорить, или вот этот город... Да, без проблем. Нет, в смысле, город это... Я могу с вами лично высказить, я не скажу то, что я не считаю. Если я считаю, что город говно, например, я не буду больше город охуенный, езжай, это вообще не мое дело. Я говорю свое мнение. Если коммуникация, да, ну, окей. У меня есть эта... как бы страна, я человек коммуникабельный. Общаюсь со многими, с разными людьми, из разных индустрий, и так далее. Поэтому я тебе сказал, что я бы чуть расширил то, чем я занимаюсь. Не просто журналистик, это еще и такое продюсирование разных историй. Ну, там, окей, да. В свое время я привозил, помогал там привезти на мероприятие одного банка, Альфа-банк, да, это было в 15-м году. Семь футболистов звезд, мы-то с Марка это делали. Окей, это можно назвать агентской деятельностью? Ну, продюсерская, то сейчас продюсерская. Ну, окей, мы привезли там Хави, Гатузо, Мхитаряна, Трезегея, Дзанетти, Кафу, кого-то еще, Фарвана. Окей, ну, я вообще охренел, что ты сделал. Я когда проснулся, после, ну, блин, Нобель, ты вообще, что натворил? Все эти билеты, то-се, 5-е, 10-е, все приехали, всем, чтобы было комфортно, чтобы они два мероприятия подстеряли в банк, чтобы они сходили и дали пресс-конференцию. Блин, Думаю, Нобель, ты вообще как это сделал? Ты вообще, что того, что натворил? Но ты это как называешь, агентской деятельностью? Нет, это такая продюсерская история, которая, да, окей, это бывает, да, я еще много других историй делал, ну, разных. Продюсер сейчас спрошу, а участвовал ли ты в трансферах? Как кто? Как продюсер, как подсказчик, как... Подсказчик, если как коммуникатор, как коммуникатор, да, в смысле, не участвовал, они не свершились, но я мог сказать, да, вот эта история, могу, мог людей познакомить, сделать менее длинную цепочку, никогда, как бы, в переговорах по этим я никогда не участвовал, пока. А можно назвать себя? Может, еще буду участвовать, я не знаю. Можно назвать несостоявшийся трансфер, в котором ты... Нет, он еще может состояться. Поэтому, но это было давно, но может, все еще может быть. Это зарубежный футболист? Переходят в РПЛ. Да, и наоборот, может быть. Но, опять-таки, я не вел переговоры никогда. Я просто делился контактами. Просто делал путь ближе. если я знаю точку А и точку Б, но я всегда, чтобы не было много других точек, я могу их сблизить. Ну, это не проблема. Тем более, я к человеку хорошо общаюсь и у меня нормальные отношения. Ну, то есть, когда там, условно, опять-таки, на финале Лиги Чемпионов Мадриде получилось привезти Серхио Рамоса на одно закрытое мероприятие, ну, казалось, что это как бы невозможно, невероятно. Да, меня попросили попробовать, я нашел возможность сделать в Мадриде и мы сделали это. Ну, блин, Серхио Рамос, еще Горгриала, капитан там, пришел, такой весь модный и так далее. Но, это казалось нереально, невозможно вообще, как это, в общем, может случиться. Но, получилось. По трансферам? Нет, ну, как бы, я этим не занимаюсь, может быть, если бы не захотелось заниматься. Я не говорю, что ты этим занимался, возможно, ну, в смысле, занимался регулярно, а так или иначе, когда ты помог совершиться ну, коммуникациями я делился, конечно, контактами я делился, конечно. Получал это за деньги? Нет, деньги я не получал. Да. Ну, Береж, что это? Я знал, что мы будем пить вино, поэтому я решил еще одно вино принести, твое было великолепное, итальянское, а это армянское вино, это Зура Караси, красное, но мы, правда, смешим, это ужасно все, ну, ладно. Ну, вроде, нет. Как тебе вино? Оно совершенно другое, потому что эти повезут, не вкусные. Зура Яра, хорошее тоже вино, когда буду в Армении, в следующий раз эти привезут, попробуешь, оно прям, на мой взгляд, выдающееся. На мой скромный взгляд, я вини не очень понимаю, но люблю. Один из твоих друзей, Денис Глушаков, когда у него были все приключения с женой, все вот эти баттлы, которые стали публичными, ты очень переживал тогда из-за этих историй. Как ты себя тогда вёл? Смотри, по Глушакову, как раз, это хороший пример привел, потому что Глушаков, та история, которая, я с ним очень близко общался, когда он еще был в Локомотиве, мы просто с ним познакомились, я был на сборах, поехал от Радио Спорт на сборы в Рим, это было под Римом, решил выпендриться и сделал сборы под Римом, и Глушаков, мы с ним ровесники от Нового года, и мы с ним прям стали общаться, 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 и прям вот перешел в дружбу, все это переросло, я помню, что я там приезжал к нему домой, он там еще с Дашей, они там ужин устраивали, прям было очень круто, ну я прям реально с ними дружил, там с их семьей, потом, когда эта история началась, там все это, конечно, все это ужасно совпало, потому что, там, я знаю Денис, там, естественно, очень сильно эту историю переживался, в Спартаке, там, фигура Марко, Тимура, с которым я тоже общался, тоже мои очень близкие друзья, я понял, что Денис от меня, как бы, меньше с ним общаться, ну, видимо, потому что я общаюсь с Тимуром и с Марко, я ему много раз объяснял, Денис, мои отношения с тобой, они вообще, как бы, не связаны с моими отношениями с ними, я понимаю, что у вас там свой, какой-то мир, и свой, как бы, конфликт, я там, если будет запрос, я постараюсь, как бы, вас, ну, помирить, да, по-дружески, но если вы не хотите, я, естественно, как с тобой общался, так и буду общаться, у меня вообще безразвитие, что там у тебя с ними творится, и то же самое наоборот, но, как бы, Денис, мне кажется, это немножко, как бы, так, не оценил, ну, я же не оценил, как-то он, мне кажется, ну, плюс была семейная эта история, я действительно очень переживал, потому что, я вообще, честно говоря, был в шоке, от того, что, я просто видел, как их начало отношений, да, Дениса и Даши, и я потом, когда, вот это был развод, скандал, все эти записи, я просто охренел, как такое может быть, потому что, я думаю, что уж, если есть в русском футболе, такая крепкая семья, то это, то это они, да, но мне казалось так, но, в итоге, я был неправ, поэтому, да, я из-за этого переживал, я там пытался поддержать, так далее, ну, конечно, с ними я общался меньше, в тот период, вот, когда все это было, с про такими, именно, вот, из истории, там, вокруг, внутри команды, там, Марко, Тимур, Каррера, Глушаков, все это было так. Если вы досмотрели до этого места, рассказывайте в комментариях, как вам Нобель, какие вопросы, вы бы сами ему задали, подписывайтесь, и ставьте лайки. А, насколько по шкале, ну, от 1 до 10, ты доволен тем, как устроена твоя жизнь, как ты живешь? От 1 до 10, 8, 7-8. Даже 7? Ну, 8, да, 8. Что должно случиться, чтобы было 10? И семья, дети. Это самое главное. Ну, вот, на данном топе жизни, самое главное. У тебя есть любимая девушка? Давай без этого, хорошо. Почему? Не, давай без... Без любимой девушки. Окей. Ну, раз ты сам про это сказал. Не, семья, да, семья, хочу, чтобы была семья, это очень важно. мне кажется, что, то есть, как бы, жизнь мужчин делится на несколько частей, да, то есть, добиться успеха, там, в профессии, да, это самореализоваться. Безусловно, возможно, самое главное, возможно, это, чтобы у тебя была семья, дети, ну, и здесь, я надеюсь, я тоже к этому приду. Это важно для меня. Ну, когда говоришь, шкала, да, 8, ну, я реально счастлив в профессии, я не мог представить такую жизнь, мне очень комфортно. Я очень рад, что живы мои родители, да, я желаю им здоровья, чтобы они наслаждались жизнью, это у меня очень важно, моя семья, там, брат, сестра, родители, но, так же я хочу, чтобы у меня была своя семья, и это для меня тоже важный момент. Как ты думаешь, когда у тебя появится семья, или, ну, семья помешает твоей работе, потому что, когда появится семья, ну, как правило, обычно говорят, да. Ты не боишься этого? Ну, что ты, из тебя здесь прибавится? Не потому, что я тебя отговариваю, а потому, что, слушай, меня, меня столько уже отговаривают от этого, понимаешь? Да, я знаю, Марка как раз тебя отговаривает. Да, мне все отговаривают свои свадьи. Мне говорили, не делай-то ошибку, не делай-то ошибку, не женись. Ну, этот, я не знаю, откуда я знаю, попробую, посмотрим. Все говорят, что вообще у тебя будет жизнь другая, и так далее. Надеюсь, я проверю на себя. Есть ли давление со стороны семьи твоей на то, что ты до сих пор один? Конечно, Ну, в смысле, в смысле давление. Я когда звоню своей бабушке в Сиэтл и общаюсь с ней там по скайпу, первый вопрос, ну, когда ты приедешь со своей невестой? Ну, я тебя очень жду, ну, пожалуйста, приезжай, на встречу, приезжай с своей девушкой, ну, пожалуйста, ну, я тебя очень жду. Когда я приезжаю к реателям домой, там, окей, может быть, не первый, но там, четвертый вопрос, ну, ну, слушай, ну, это нормально, так и должно быть. Россия, это Европа? В каком смысле? В географическом? Ну, в эстетическом, житейском. Ну, скорее, нет. Ну, скорее, нет, я думаю, может, ну, как бы, Россия тоже разная, Россия, она большая, такая, в Москве, в центре, да, это Европа, в Питере, частично, это Европа, но Европа, как бы, она тоже разная, что ты под словом, там, Европа, подразумеваешь, вот, спокойствие, уровень жизни, ну, ты же сам знаешь, нет. Ты говорил про бабушку из Сиэтла, да, большая часть твоей семьи живет в Америке? Ну, ну, в смысле, если мы говорим, семья же в армянском понимании это достаточно непонятное слово, то есть, ну, живут мои родственники, конечно, двоюродные, троюродные живут, братья, бабушка моя живет в Америке. Как они там оказались? Ну, моя семья, ну, вся моя семья практически из Баку, мы бакинские армяне, и когда были события в конце 80-х, ну, многие уже или по-разному, там, моя семья, она более-менее спокойно переехала в Россию, я уже говорил про Пятигорск, Москва и так далее, ну, то есть, мы более-менее спокойно, а многие получили там статус беженцев и так далее и ехали в Америку. Многие потом переехали уже в 90-е годы, потому что они приехали в Россию, там были разнообразные программы в Америке для тех, кто покинул Баку, Армяне, и они уехали туда. У меня живут в Сиеттл и Лос-Анджелесе. Ну, мало Лос-Анджелесе. Я не классический армянин, больше в Сиеттл. А ты смог бы жить в Америке, в Штатах? Ну, я думаю, что сейчас нет. Из-за работы? Из-за работы, из-за жизни, из-за языка, потому что мой главный как бы инструмент, да, это язык, русский язык. Я на русском, ну, это мой родной язык, любимый язык и так далее. И, ну, что я буду делать в Америке с русским языком? Не знаю. Плюс у меня есть образ жизни в России, который я, который мне привычен, да, который мне комфортно. Поэтому пока не представляю. Одна из самых красивых твоих фоточек есть на сайте Пюника до сих пор, где ты подписан членом Совета Директоров Пюника. Это немножко информация устаревшая. Устаревшая? Да. Ты, ну, ты правда входил, был членом Совета Директоров Пюника? Смотри, Артур Сагамонян это человек, который очень любит футбол. Прямо безумно любит футбол. Я буду много армянских фамилий. Да, да, да. Суперсупер. Будь к этому готов. В свое время он действительно такой меценат от футбола. И у меня это все время такой культурный шок, насколько человек любит футбол, что готов безвозмездно деньги на футбол тратить. Свои, которые он зарабатывает, он бизнесмен. Он не какой-то чиновник, он бизнесмен. Но он их тратит на футбол. И все время, когда была ситуация с Пюником, Джован Чалаянс, еще один армянский бизнесмен из России, который тоже имеет команду, он сказал, слушай, Нобель, но есть же Артур Сагамонян, есть команда Пюник. Он же может деньги не просто тратить, как меценат, а делать что-то полезное для армянского футбола и взять команду Пюник. И я выступил тем человеком, опять-таки, говоря о продюсировании, ты говоришь, считай, если ты хочешь это так представить, я практически организовал трансфер команды. Ну, если ты хочешь представить так. Я с Артуром поговорил, мы с ним очень много обсуждали, надо этому, не надо ему и как вообще должно выглядеть. И в итоге Артур сказал, окей, давай попробую этим заняться. Я был тем человеком, который был рядом с ним. Как говорит Герман Каченко, я был свидетелем происходящего. Ну, я тоже так скажу, я был свидетелем происходящего, поэтому ему происходило и я все время рядом с Артуром. То есть, я некую свою ответственность понимал. Понятно, ситуация изменилась, он уже давно в армянском футболе, он давно уже выбрал философию, моя роль уже уменьшилась значительно. но вот да, тогда это имел к этому отношение. Оказавшись перед Тиной Канделаки, что ты ей скажешь? слушай, у меня нет с ней конфликта, ну просто реально это же смотри, я не уходил с матч-тв с конфликтом, у меня нет конфликта с матч-тв, я реально благодарен матч-тв за эти прекрасные годы, что я провел на матч-тв, я еще раз говорю, я комментировал футбол, были крутые, большие события, чемпионат мира, чемпионат Европы, мне там друзья, я реально так растроглась, когда я делал такую небольшую отвальную, и они все собрались, ну многие, не все, но многие, мне было так приятно, я прям, ну очень трогательно было, я прям удовольствие получил, поэтому я не дневникого конфликта с матч-тв, ну вот именно с телеканалом, ну с Тиной я не ругался, я просто сказал мнение, она с ней согласилась, и все, у нас не было того, что там били посуду, скандалы и так далее, я максимально спокойно к этому отношусь, поэтому она мне не враг. Что ты и скажешь? Добрый вечер, что скажу? Что я скажу? Здравствуйте, ну а как, что я скажу? Ничего не скажу, что-то, какой-то особый момент должен быть? Добрый вечер, привет, нет, я с ним на вы, здравствуйте, я тебе на. Топ, спасибо. Ты знаком с Марадонной? Да. Расскажи, как это случилось? Это был 18-й год, чемпионат мира, и мы очень много времени тусовались в Трозаге, прям дико много времени тусовались в Трозаге, он прям не хотел из России уезжать, им было очень комфортно в Москве, и тогда, ну, была уже вторая, либо третья неделя чемпионата, и очевидно, что Марадонна уже всех удивил, и по-моему, дали понять, слушай, Диего, давай ты будешь ужинать, да, ужинать в отеле Украина, без каких там особых проблем, будешь вот аккуратно себя вести. А мы в этот момент были, тоже была компания, Тимур, Трозаге, я, кто-то еще, и так далее, мы сидели вот рядом, с Украины есть такая линия ресторанов, ужинали, снова Трозаге, наслаждался Москвой, и он говорит, слушай, тут Диего в отеле, можем попасть, ничего себе, конечно, сейчас все организую, для Тимура Марадонна, типа, это вообще кумир детства, и так далее, ну, мне тоже Марадонна, бог футбольный, и мы идем, поднимаемся, так аккуратно, а там, в любых отелях, таких, во время крупных турниров, или там, больших матчей, там, фенал Лиги Чемпионов, есть специальный этаж, там вход только для гостей, не гостей, а гостей этого мероприятия, под ключ, и там, типа, такой лаунж, где можно поесть, выпить, все бесплатно, и так далее, и тренинг, и на тренинге проводят, а там такой стол, седьмой Радонна, и человек пять вокруг него, там, или четыре, я не помню, аргентинцы, что-то о чем-то общаются, и такой Давид говорит, слушай, садитесь там пока, соседний столик, сейчас с ним подсяду, и вас красиво, ну, приглашу, и мы сели с Тимуром, там, что-то, Просекко, пока-то, все, волнуемся, понимаешь, волнуемся, сейчас с Марадонна общаться, такой Давид, все, все, он что-то видим, сказал, типа, Диего, мои друзья сейчас подают, он говорит, а, два стула садитесь, мы сели, и минут 30 точно, мы сидели за один слон, с Марадонной общались, там, он быстро ел пасту, запивал пивом, то есть, он вообще такой, типа, свободный, просто, вся история в том, что на экране, там экран, там идут все матчи, чемпионата мира, шел матч Аргентина, Германия, финал чемпионата 90-го года, который они проиграли, и он смотрит, и я такой, я понимаю, что, блин, я не нахожусь в моменте, когда один из самых известных матчей в истории футбола, когда слезы Марадонной, они проиграли, там, пенальти, который там, Бремя забил, он сидит рядом, и я думаю, что вообще происходит, вообще, как это вообще, как такое может быть, что я с героем этого чемпионата мира, сижу вот здесь, он что-то стал на судью гонать, естественно, Диогое Горманду, типа, судья, да, все с ним было понятно, там, и так далее, и вот этот разговор, какой-то, ну, сидим там, общаемся, потом стали говорить по поводу этого, Наполи, он такой, типа, Роману, брат, Ювентус покупает Роналду, а кого покупает Наполи Мерита, ты вообще в своем уме, типа, за что будет бороться Ювентус, Наполи, вот такой прям был прикольный разговор, но я говорю, на всю жизнь, я уже, может быть, ну, я был просто в таком шоке, что я, естественно, не понимал, что происходит, но видел вот этот размах Марадонны, когда разные люди, ну, не разно, его окружение, что-то, ну, вообще просто, на всю жизнь.